На самом деле, ой, сейчас, я это глучу. Значит, я обещал суккот, но, естественно, суккот – дело такое, большое. А то, что будет интересовать, на самом деле, вот Андрей жутко оживился, когда услышал, что мы собираемся, я собирался читать какие-то отрывки из начала трактата Авода Зара, потому что там есть Медраша Суке. Андрей, вас видно, мне не слышно. Значит, я тогда отказался разбирать Медраша Суке, о боях в Суке, потому как это длинно. Но как раз это сегодняшняя тема, только не сам Медраша, а источник этого Медраша. И сейчас мы увидим, откуда берется этот Медраша. Думаю, что все присутствующие знают, что такое Гафтара. Значит, Гафтара – это обычаи читать по субботовым праздникам отрывок из обычных книг пророков, так или иначе связанных обычно либо с недельным разделом, либо с текущими календарными событиями. В праздник Суккот, в первый день Суккот, в качестве Гафтары, вот этого отрывка, читается последняя глава книги пророка Захария. Значит, 14 глава. Сама по себе глава интересная, и ее, строго говоря, надо читать в паре с второй из книги пророка Ехэска, или 38 главой, потому что и там, и там речь идет о последних дней и о последней войне. У Ехэскеля – это война Гога и Магога. Как раз тема обычная у людей довольно интересующая. Я на самом деле собираюсь часть военную пропустить недельного раздела, а перейти сразу к тому, что произойдет после войны. Значит, там вначале описывается большая война, в начале главы, и кончается она. Значит, Игуда будет воевать в Иерусалиме. И, значит, кончится это поражением народов, которые собираются воевать против Иерусалима. И дальше описывается, что будет после этого. Вот эта часть пророчества меня будет интересовать, нас сегодня будет интересовать. Значит, это с 16 стиха, последней главы. И будет всякий оставшийся из всех народов, тех, кто приходил на Иерусалим, будут подниматься в него из года в год, приходить на него паломничество, и совершать в него паломничество из года в год, чтобы поклониться царю Гошему воинств, или, как принято считать это, извините, или не о них будет дождь, а если из семьи египетский не поднимется, то не придет инин днин, и будет эпидемия, мор, в котором Гошем прорезают народы, которые не явятся отмечать праздник Суккот. И это будет наказание Египту и наказание всем народам, которые не придут паломничество, праздновать праздник Суккот. Значит, я не собираюсь сейчас разбирать пословно то, что здесь сказано, это требует в них травоанализа, но здесь, естественно, возникает вопрос. Итак, после этой войны все народы, пишет пророк Захария, будут приходить на праздник Суккот в Герусалиме. Вообще-то я впервые только из пророка Захария узнаю о том, что народы мира должны приходить на праздник Суккота, как-то его вообще отмечать, как бы то ни было. Потому что все-таки праздник Суккот установлен в шалашах, живите семь дней, чтобы знали ваше поколение, что в шалашах я поселил сынов Израиля, когда выводилось из земли египетской. Причем здесь какие-то народы и какое отношение к нашему исходу из Египта они имеют, непонятно. Значит, далее. При этом говорится следующее, что ежели народы не будут это исполнять, то не для них будет идти дождь. То есть для тех народов, которые это паломничество пропустят, дождь идти не будет. Далее говорится следующее, там надо переставлять слова, я не буду сейчас объяснять, как это делается, что если не придут египтяне, для которых дождь не идет, то у них будет мор. Значит, вот для того, чтобы это понимать, нужен немножко именно пшара. В первую очередь, как известно, в Египте дожди не идут, и вода в Египте, она из Нила. Причем здесь сокот, давайте немножко просмотрим. Раши в комментарии к стиху 16-му. Не для них пойдет дождь, настоящий дождь, чтобы появились плоды в их странах, народов, которые должны прийти, чтобы... И далее следует следующее отступление в Раши. Что усмотрел Всевышний через пророка, чтобы восстановить для них прекращение дождей? Дело в том, что заповедь праздника Суккот, она именно от дождей, о дождях. И четыре плода праздничного букета и возлияние воды это именно ради того, чтобы шел дождь и чтобы с момента праздника шли благословенные дожди и тот, кто сомневается в этом эффекте праздника, не для них пойдет дождь. Так я учил в Тосефте Суккот. Пишет Раши. Значит, итак, вообще этот Раши, он замечательен тем, что это одно из немногих комментариев, которые есть в еврейской литературе, которые возвращают всю тему к прямому смыслу. Праздник Суккот связан с дождями. Более того, Раши пишет, что возлияние войны на жертвы связано с дождями. Ну, это очевидно довольно-таки, да? Но четыре плода, четыре как-то называть, растения праздника Суккот, они тоже связаны с дождями. Заметь, вообще большинство проповедей, если вы откроете проповедей на праздник Суккот или комментарии на тему Суккот, Рамбана, даже Рамбана в третьей книге Морана Вухим, то всегда обычно идет, к чему идет какой-то комментарий символический. Там, Лулав символизирует Всевышнего, что-то там символизирует народ Израиля, праведников, есть серия стандартов. Раша здесь говорит, нет, четыре плода это кипшуто, это растения. Если вы возьмете из современных комментаторов, наверное, современный 19 век, больше века назад уже, полтора века назад, Рабишимшин Рафаэль Гирдж, который говорит, что четыре плода праздника Суккот четыре изменить растения в праздничном букете символизирует весь растительный мир. И он, правда, делает классификацию по климатам. Значит, Лулав мне надо показывать праздничный букет или так все представляют. Естественно, у меня сегодня он есть, как нетрудно догадаться. Значит, Лулав это пустыня, Ива это северные реки, значит, соответственно, полуэтрог это горный влажный климат, этрог это, извините, этот самый тропики, ну, влажно-тропический климат, но и так далее. На самом деле все немножко проще. В Эресисраэль, на мой взгляд, я вот здесь аккуратно пытаюсь говорить. Смотрите, это действительно точное, вообще, Раф Шиншин, Рафаэль Кирш обычно очень хорош именно ясностью и точностью муси. Пальма, вот, давайте вспомним, и остановились они в Сукот, где было столько-то источников воды, при них 70 пальм. То есть, пальмы это источники воды. И это Лулав. Значит, дальше. Орава это противоположность, она растет, Орава это Ива, растет вдоль реки, то есть, это не источник, бьющий в пустыне, а это более-менее нормальная река, да, потому что Ива как бы растет только вдоль нормальных рек, но если это не искусственно посаженное где-нибудь для чего-нибудь. Реки или озеро, все мы люди из России, все растут Ива как-нибудь знаем, просто много раз видели родимый вид. Теперь дальше есть Хадас. Хадас в диком виде в Израиле растет в альпийской зоне в горах, более-менее высоко, ему нужна слегка прохлада, но это он растет на естественных как бы воды на дожде в основном. То есть он естественная дождевая вода и этрок естественно нежное тропическое в общем происхождение заведом растение как все цитрусовое это искусственная полиция. То есть у нас как бы все четыре варианта связанные с водой. И в этом смысле тогда мы понимаем одну очень важную вещь, что почему праздник Сухот вдруг становится праздником интернациональным. И именно у пророка Захарьи вдруг этот праздник из еврейского, который совершенно однозначно в книге Ваекра говорит, чтобы помнили, что в шалашах вы жили, то есть это праздник исторический. Но я напоминаю, что в Торе все праздники, все раз-два-три праздника, они всегда имеют исторический аспект и сельскохозяйственный. значит сельскохозяйственный весна в Песах, сбор пшеницы в Шивот и сбор урожая, фрукты и прочие прелести в Сухот. Вот. Так вот, понятно, почему праздник интернациональный. Дожди нужны всем. Вот теперь мы вдруг понимаем, почему Египет. Почему вдруг про Египет отдельное упоминание? По пшату вроде бы довольно просто. Дожди в Египте не идут. И как мы знаем, что когда в Египте идет дождь, это предмет сообщений в международных последних известиях, как чудо дивное. Значит, по этому поводу. И вот здесь на самом деле все понимают, потому что Египет, как известно, водный источник, его это река Нил. Древние египтяне заведомо не знали этого и считали там источник, исток Нила, он самый разнообразный, но сегодня мы понимаем, что вода Нила это те же дожди, которые выпадают где-то там в районе Эфиопии Судана. И это, правда, очень важная подробность, что это вода Индийского океана, а не как у нас здесь Средиземноморье или Атлантический океан. Там вода Индийского океана, совершенно другая водная система, совершенно с ней связана. Но что здесь важно? Я хочу заметить, что вот вся эта история с водой и дождем, какая есть, она ведь для Тары имеет туда более принципиальное значение, чем простая география. Если вы думаете, что я застреваю на географии учебника природоведения 4 класса средней советской школы, то совершенно напрасно. Дело в том, что вся эта история с дождями начинается куда более ранним образом. И связана она совсем, не совсем с дождями. В книге Дворим, то есть Тарзакония, 11 глава, ибо земля, которую ты приходишь завоевать, ее не подобно земле египетской, откуда вы выходите, которую вы сеете и орошаете ногами подобно огороду. Земля, которую вы переходите, это земля гор и долин, которая дождем небесным орошается, земля, на которой взор Хашема твоего Бога постоянно с начала года и до конца года. Вот противопоставление, которое здесь. Египет, где вы были, ее орошают своими ногами, земля Египет, земля Израиля, земля, зависящая от дождей. Причем и откуда естественный логический вывод, который прямо в книге Дворим, она зависит от Всевышнего. он запер небо, не запер небо. Вот египтяне могут строить себе иллюзии, что они не зависят от Всевышнего, потому что вот нет, конечно, иногда он не очень хорошо разливается, и тогда в Египте начинается голод, но при этом от дождей, от небес Египет не зависит. В результате мы, конечно, можем себе представить, что мы тоже теперь независимо от дождей, у нас есть компания Макуроб, которая черпает воду не от дождей небесных, а от озера Кенерет, но все мы прекрасно знаем, насколько понизился уровень озера Кенерет за последние 20 лет, 20, 30, 30 лет. Правда, там длинные, не буду ходить, всевозможные политические вещи, и что происходит с Мертвым морем при этом. Он непосредственно из Кенерета получает воду. Значит, Мертвое море я имею в виду. Значит, но при этом вот то, что мы сейчас, но мы прекрасно понимаем, что вся эта влага в Кенерете это те же дожди. Вот что в Израиле хорошо понимаешь дожди, и для тех, кто вот если в Советском Союзе, в России дожди для городского жителя это крупная неприятность, это значит надо брать зонтик, не брать зонтик, зачем нужно забить дождь или нет. В Израиле надо сказать ближе к февралю, застольные разговоры, не слишком ли засушливый дождь все начинают обсуждать, как с дождями было в этом году до сих пор. И все прекрасно понимают, что означает дождей мало. Шнат Бацорет, вы меня извините, но чисто израильский анекдот, год был такой засушливый, что два дерева подрались за собаки. Это израильский анекдот, я просто на русский его перевожу, а так он израильский анекдот. Нет, шутка, по-моему, хороша, но как раз понимание, насколько мы зависим от небес, это есть. Поэтому повод Египет, который не приходит в праздник Суккот, потому что для них дожди не идут. Понятно, почему он не приходит, потому что вот это раша наша, совершенно блистательная раша, потому что Суккот это про дожди, весь Суккот это уговорить о дождях, это возлияние на жертвенник, это четыре растения, которые поднимаются на все стороны на каждую сторону отдельно, есть отдельное объяснение, но смысл этого букета всему этому нужен дождь, всему этому нужна не дождь, но вода. Египет, который все это не нужно, может подумать, что он может не приходить. Ответ для Египта это плохо кончится, он не будет приходить, потому что вместо засухи есть мор для этих ребятишек. То есть на самом деле что принципиально, на что обращает внимание Раша? А Раша же обращает внимание на некоторое простое вещь, что почему именно праздник Суккот выбран в качестве вот этого международного праздника у пророка? Ровно потому, что именно праздник Суккот оказывает на зависимость земных людей от небес. Поэтому все народы на самом деле будут приходить вот точно как говорит пророк Гошему к царю. Гошем воинств. Редкостный вариант неправильный абсолютно порядок. редкостный вариант, где неправильный порядок имен. Опять, я не сегодня собираюсь этим заниматься, но вот это день, когда все день, неделя, народы должны выразить, что они под Богом ходят. Вот про что это все. И вот это противопоставление Египта Израилю, оно уже есть именно вот в этой стране, в которой вы приходите. Она не как земля египетская, которую орошают ногами. Глаза Господа Бога на ней с начала года до конца года. Все народы это поймут. Вот это Ахрид Емин, конец дней, который описывает пророк Захарий, и наполнится земля знанием Всевышнего, вот это пророчество, вот это его выражение. Праздник Суккот у пророка Захария, это выражение этой мысли. Значит, это первое, чего здесь есть. Далее, насколько надо понимать пшатый писатель. Потому что следующий стих в тот день будет на колокольчиках каждого коня написано Святыня Господа. Это я уже не понимаю. Причем здесь конь. И почему на конях написано Святыня Господа. И вот здесь как раз та самая вещь, которую я многократно останавливаюсь, это символика, которая есть в писании. Причем автоматическая символика. Вот есть вот когда я говорил, я не случайно стал говорить про то, что существуют всевозможные символические описания значений растений в Лулаве. Что-то там Этрок, это у кого есть хорошие дела, и хорошие знания, у кого-то есть хорошие знания по учебным делам, по достоинствам, по исполнению заповеди, помощи ближнего, там по-разному есть символика. но смотрите, как бы праздничный букет в начале, а символику я ему припишу. Вопрос про коня. Вот здесь начинается действительно тот самый вопрос. Конь, который здесь появился, на колокольчиках каждого из них будет написано святыню Господу на конях. А это тут при чем? И как это ни странно, для этого просто надо знать, что такое конь в Писании. Вот дело в том, что без вот этих простых знаний просто непонятно, что говорит пророк. Конь в Писании, дело в том, что у нас в Эр-Цесраэле, в земле Израиля, конь никогда не был рабочим животным. Рабочее животное здесь либо бык, либо осел. Их два рабочих животных. А конь это боевое животное. Причем вот для того, чтобы было понятно, что темы как-то связаны, я хочу напомнить заповедь о царе. значит, если ты решишь назначить над собой царя, то стать царя только пусть не умножает он коней, чтобы не спустить народ мой в Египет. Бабах! И у нас конь. Вот только что Египет прозвучал, а за ним конь, так и заповеди о царе. Звучит конь, звучит Египет. Опять, не вступая в тему разведения коней, я хочу заметить следующее. Египет никогда не славился разведением коней. Он ничего не понимал в конях, никогда толком не умел их разводить, коней он закупал в себе, как Египет. Но при этом конь Египет, фараон это конь. Теперь, почему все-таки конь? Что такое конь? Давайте еще одно противопоставление, чтобы было ясно. Значит, тоже у пророка Захария, только в 9 главе, не в нашей, радуйся, дочь Сион, веселись Иерусалим, вот твой царь приходит к тебе, праведник и спасенный, и он нищий, едущий верхом на осле, на осленке сыне ослицы, и уничтожу из территории колена Эфраема колесницу и коня из Иерусалима и уничтожил лук войны. Вот противопоставление осла царя, царский осел, как мы помним, знать ездит на белоснежных ослицах у пророка, но еврейский царь едет на осле, а конь это что-то не то. конь это всегда война и сила, и вот теперь, для того, чтобы было понятно здесь символика, цитата из книги Придж, значит, конь готов к войне о спасении от Господа, или уже в псалмах обманет конь и не спасет вот глаз Хашема на боящихся его, на полагающихся на его покровительство. Он спасет их от ну и так далее. Значит, дальше я могу дальше приводить такого же рода цитата, но дело в том, что мы видим одну очень важную вещь, что конь у пророков, у псалмах и еще много где, могу еще привести, не сила лошадиной желает, а желает Хашем боящихся его, полагающихся на милость его, это другой псалм. Конь это, когда появляется конь в таких такого рода текстах, это символика человека, не мой лобок врата, это метод другой, я отвечаю на вопрос, это 147 псалм, а я перед этим 33 цитировал, но 147 не мощь коня угодно ему, это 147 псалм. Но это стандарты, еще раз, лучше всего, по-моему, в притчах лучше всего Сус Мухан Льем Милхама в Лашем Гетчуа, конь готов к дню войны, а спасение от Господа, вот это представление там совершенно железно произведено. То есть на самом деле конь, когда говорится про коня, это опять человек, который полагается на свои силы, который полагается на себя. Вот это всегда вечное противопоставление, которое мы видим раз заразом, у пророка Ишаягу и скажут, не на конях мы будем убегать, там вот эта надежда на самого себя. Конь – это орудие самого себя. Конь противопоставлен всегда надеждей на Всевышний. Вот в таких техниках. Теперь, когда мы теперь читаем у пророка в нашей главе и будет написано на колокольчике каждого коня «Кодыш лошем» святой посвящения Всевышнего, это та самая история. Только теперь не то, что конь – это плохо, конь – это совершенно другая вещь. Если вы понимаете, откуда сила коня, кто дает силу коню, почему этот инструмент годится человеку, то тогда все будет замечательно. И вот это опять та же самая тема, которая идет о Харит Емей, наполнится земля знанием Всевышнего. Каждый будет понимать, что конь, вот этот инструмент, он от Всевышнего. Вот эта надпись здесь, на бубенцах коней будет написано «Кодеш Лошем» «Святое посвящение Всевышнего», это и есть та самая тема. Значит, теперь на самом деле как это ни странно, вот когда мы вот это разобрали и поняли о чем праздник Суккота Харит Хеймин конца дней, мы на самом деле понимаем некоторую вещь, которую обычно понять довольно трудно. смотрите, в заповеди о Суккот вообще вечная проблема. Почему праздник Суккот, как он связан с исходом из Египта? значит, в Шалаше сидите семь дней, Шалаше Суккот, живите семь дней, как рожденные в Израиле, пусть живут в Шалашах, чтобы знали во всех поколениях, что в Шалашах они жили и происходит с Египта. Теперь книги дворин. Помни дорогу, которую я вел. Значит, то, что я сейчас читаю, это на самом деле комментарий Рашба, который к празднику Суккот приводит следующие просто цитатами, следующие цитаты, которые он считает, раскрывает смысл, почему Суккот, почему Шалаш. Помни дорогу, которую вел тебя, Гошем, твой Бог, 40 лет в пустыне, чтобы испытывать тебя, собираешься ли ты исполнять заповеди его или нет. Почему я тебе это заповедую? Ибо Гошем, твой Бог, приводит тебя в землю прекрасную и как бы не возвысилось твое сердце и не забыл ты Гошема, и не сказал я своей рукой и своими силами сделал все это богатство. Помни Хошема, который дал тебе силы создать это богатство. Вот что это такое? Вот это тот самый праздник Суккот, о котором идет речь. у пророка быть в шалаш, который как бы сам пророс, потому что он теоретически должен делать, делаться из естественных вещей. Ну, под самым шалашем имеется в виду крыша шалаша, конечно же. Как бы ты живешь в том самом растительном мире, как значит про то, как надо делать шалаш, горный екод. То, что собирают на гумне винограднике, идет на крышу шалаша. В чем проблема? Ты можешь решить, что ты сам всего достиг праздника урожая, самый светлый, самая простая вещь. И понятно любому крестьянину, ну, я трубился денно и ношно, я вот этими руками удобрял землю, пахал, сеял, собирал и так далее. Сам говорит, вот это и есть праздник Суххот. Напомнить, что в пустыне тебя кормили. На самом деле тебя кормят здесь тоже. Как Суххоту пророка Захария. Вот это напоминание праздника Суххот, которое идет всегда и которое будет для всех народов. Что все это слышно. Вот теперь, вот после этого предисловия, на самом деле, метраж в Масахте Абадазара, где Всевышний говорит, «У меня есть легкая заповедь, Раша, по-моему, комментирует легкое, не требующие трав, потому что это же отходы с гумна, отходы с виноградника, ничего не стоит, ни копейки не стоит. Он предполагает, что вот эти четыре вида и даже букет, если народу решат принести, вышел, сорвал, ребенка послал, сорви трог, мальчика послал залезть на пальму, сорви почку пальмовой ветки, почка, улав почку берет, но почка у него такая, большая. там девочку послал в сад принеси мир, хозяйке сорви трог, что там осталось, кого-то послать за оровой, но это уже за ивы. Она ничего не стоит, давайте вы ее исполните. Дальше идет рассказ про то, как народы не смогли исполнить это, потому как они как бы и Всевышний там дальше идет описание Всевышний вытащил день стал жарким хамсинистый день, все годы иногда бывает хамсинистые дни весьма хамсин это для тех кто не знает это а он по-русски никак не называется нет такого слова это жара очень неприятная ну в общем как утверждает что ведуин который на 9 день хамсина убил свою жену признается оправданным получает оправдание это не суховей это значит у побережья хамсин это очень влажно становится очень жарко и очень влажно у нас здесь мы в горах у нас становится очень сухо и очень жарко то есть у нас наоборот у нас значит проверка хамсина или нет по относительной влажности воздух идет по показаниям но если вам нужно инструментальное определение так обычно нормальные люди чувствуют по состоянию здоровья хамсин сегодня или нет по больной голове это не суховей ветра нет в том-то дело что суховей есть ветер а ветра нет при хамсине наоборот воздух стоит как прибитый причем это отличается от просто жаркого дня иногда бывает очень жарко до 40 доходят но это не хамсин это другое но для этого надо быть чтобы чувствовать где хамсин где не хамсин хамсин это арабское слово в ибрите в правильном ибрите это сараф шараф извините шараф но ветра нету при хамсине вот совсем лучше бы было потому что а ветра нет неподвижный воздух абсолютно и главное ночью он остается таким же жарким но ночь не приносит облегчения вот это главный признак хамсина ночь 25 но не спускается а мы в горах все равно не спускаемся это главный признак вот значит чему да значит но значит и вот Всевышний открывает и начинается вот этот хамсин и гои уходят из суки и там дальше прямо по тексту идет подождите минуточку но Израиль ежели сидеть в суке невыносимо по климатическим причинам тоже уходят из суки в чем проблема создается вопрос в конце концов там скажем я помню как я уходил из суки в России по причине того что есть классическая вещь ежели сук замерзает в тарелке то можно уйти из суки это прямо в Талмуде правило значит я перезвоню через полчаса значит это просто пробыть вот то есть уйти евреем можно я помню как я уходил под Москвой по этому поводу я не могу забыть разговор с какой-то девушкой когда я сказал эту галаху на что девушку хмыльнулась и сказала что мы в суке никогда сидеть не будем я говорю откуда из Новосибирска у нас снег уже лежит всегда в это время ну почти всегда не каждый год но ежели поздний сук у нас снег лежит всегда уже естественно но они приходят но так отметится все равно были в суке но вот пришлось идти холодно но то же самое здесь можно уйти потому что ну нельзя находиться при такой температуре в нужен кондиционер значит и Талмуд говорит ну ушли лучше евреи не уходят при плохой погоде отвечает Талмуд евреи уходят печальные а Гой и пренебрежительность но радость вот такая вот вот такая вот вот логика Талмуд я понимаю что он хочет сказать вот но как бы это тяжкая обязанность а дело в том что вообще эта тема выражать через исполнение заповедь свои отношения к Всевышнему я думаю что к этому надо привыкать вообще некоторые воспитатели Талмуд он где-то вот про это здесь но весь медраж про простую заповедь которая у меня есть которая приведена Масахтява до Зара она про это пророчество Захария она вот с ног до головы вот это пророчество Захария его подразумевает и далее значит в пророчестве есть еще один пункт который тоже долго надо рассказывать но уже про социализм и будут котлы в доме Всевышнего и будет всякие кастрюли ну котлы в Иерусалиме и в Иуде святыни Всевышнему воинств и всякий кто придет приносить жертву будет брать из них и варить в них и не будет больше торговца в доме Хашема воинств в тот день обман вот по поводу изгнания торговцев из храма имеется ввиду тоже вот это пророчество Хасахэ имеется ввиду именно но это в Новом Завете там такая история есть про изгнание торговцев из храма фокус вот какой дело в том что на самом деле котлы это неудачное слово в данном случае конечно же это глиняные кувшины по причинам которые объясняют дело в том что по правилам храмовых жертвоприношений собственно говоря все эти горшки в которых варят жертвы посуда в которых едят жертвенное мясо оно одноразовое оно там на третий день есть вообще запрещено его следует разбить его можно сделать металлическим тогда закон будет абсолютно тот же самый нельзя будет пользоваться тогда его надо будет переливать значит храмовые сосуды если стали нечистые они стали пигули другой термин они стали скверно не приняли они стали негодными по причине просрочки времени то их надо переливать просто их не чинят храмовые сосуды вообще никогда не чинят металлические если они испортились они сохраняют святость вот тут интересный момент что святость они сохраняют но их надо перелить их просто отдают переплавку и отливают новые храмовые сосуды но то что здесь сказано это же некоторая простая вещь это по поводу богат там место стихами выше отрывков которые я начал читать там было и собрано будет богатство всех народов вокруг золото и серебро это социализм такой храмовый коммунизм даже котлы или кувшины для жертвоприношения в Иерусалиме они будут не покупаться они будут раздаваться всем кто приходит принести жертву имеется конечно жертва шламин мирная жертва которую едят в том числе те кто ее приносит не только коины получают свою долю но все кто ее приносит тоже принимают участие это такая трапеза праздничная причем еще жертва ХГГ довольно обязательная но то о чем идет здесь речь еще будет социализм извините коммунизм но на тему храмовый котлов поэтому в исполнении этого пророчества на самом деле кто-то должен пожертвовать очень много денег чтобы можно было раздавать всем желающим а не выгонять торговцев потому что правда они эти котлы заведомо не в храме продавали а на него и там большой рынок на храмы тот кому интересуется пусть совершит экскурсию ему покажет там базар который вокруг храма там базарчик тот тех еще размеров был да но вот то о чем идет здесь речь пророка это самое как раз это очень мне кажется очень показательное место где именно простые понимания вот прямые понимания позволяют понять пророчества и без которых оно просто непонятно потому что понятно что Египет который упоминается я напоминаю значит про Египет Египет великий крокодил лежащий в Ниле который говорит мой Нил и я его создал про Египет я я я вот это противопоставление в конце пророчества когда вся земля будет полна зданием Всевышнего вот у Захарии только обратите внимание праздник праздник если речь идет о символике праздника то самое главное в празднике это земля мы ладно не вся земля мы преисполнены знанием Всевышнего и понимаем что все что есть наша сила наша хайль хайль это и богатство и сила воинская это такое емкое слово оно и то и другое означает одновременно в одном лице оно даны с небес вот о чем разница вот и это мы видим у пророка Захария и это пророк Захария предсказывает что в конце времен будет достоянием всех народов вот это то чего я хотел рассказать если есть вопросы я готов подключить да большое спасибо Ред Мейер вопрос такой вот там же в трактате Авода Зара когда народы говорят что вот эти там мосты рынки бани мы строили для евреев они так говорят потому что как раз земля наполнилась знанием Всевышнего то есть они теперь поняли для чего это все строилось смотрите этот мидраж он же имеет два варианта вот обратите внимание этот мидраж имеет вариант в трактате шаббат шестой тридцать лист как прекрасен этот народ который сделал построил дороги построил рынки построил бани сказал там такой я уже не помню кто сказал что они это сделали для себя построили бани чтобы туда посадить построили рынки чтобы туда посадить шлюх там матерное слово стоит значит прям в оригинале не подумайте что это я балуюсь такими текстами мосты чтобы брать с них налоги правда мосты в трактате Авода Зарая это персы построили ну и так далее а бани чтобы усложнять себя вот этот спор значит один говорит как прекрасен этот народ за вот эти материальные достижения второй говорит что они это сделали для себя а третий промолчал как мы помним в той истории в трактате Шабать в трактате Авода Зара абсолютно тот же Медраж один в один только теперь он отнесен к Харид Гаймин и вот дальше идет довольно важный момент там каждый народ как бы оправдывает там вот что происходит там довольно странная вещь там идея вот какая что автор всех Медражей в трактате вот второй третий лист значит все Медражи там построены в предположении что Эн Чува Ло Вам Габа в мире грядущем нет такой вещи как Чува по этому поводу все разговоры там они уже как бы я могу только ссылаться на свои заслуги которые были в прошлом в этом мире там вот из этого исходит и вот теперь вы понимаете откуда берется Сука Сука Медраж про Суку в этом контексте приходит что как бы в силу пророчества Захарья это способ когда уже Ваахарид в конце дней да когда вроде бы нету Чува когда нету уже оправдания все уже сделано и тут говорится есть Сука есть праздник Сукот вот что говорит Медраж и Всевышний то есть на самом деле то что там происходит появление там этого Медража оно там абсолютно на месте потому что вы не можете спорить с пророком Захарья пророк Захарья говорит что по Харикиме есть праздник Сукот вы можете вот что хотите делать но он там есть и поэтому он там появляется вот та часть Медража которая говорит что все равно не справятся это вот это пессимистичное точное зрение раби Шимана Барьохая из трактата Шаббат которая пришла в трактат Вот это появление там темы Сукот он на самом деле там вот это подводное течение там оно очень сильное вот это подводное течение вдруг говорится а есть Барьоха Ритхимим возможность я напоминаю нету геров Барьоха Ритхимим отсюда же эта вся голоха идет да оно вот это все отсюда и по этому поводу появление Сукот вы не можете спорить с пророком пророк говорит что есть праздник Сукот для гоев Получается что они не справятся потому что у них не было в прошлом опыта правильного намерения да 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 значит мне кто-то вот тот самый рассказывал я сам это не слышал значит кто-то говорит вот зачем что-то делать то ли молиться каждый день у меня каваны нет у меня того нет ну сего нет ну зачем на что тут говорит я говорит по профессии часовщик правило выглядит так если часы не нужны ты можешь положить их конечно же в шкаф и оставить но я же часы каждый день не заводить они испортятся часы для того чтобы не испортиться должны идти их надо как минимум каждый день заводить вот это вот про это вот эта притча про часы она ну не современные часы естественно на батарейках речь куда более старых когда они на пружинке да здорово спасибо ну что всем пожелать муадим ласимха я правильно понимаю ну тогда всем муадим ласимха муадим ласимха шаббат шалом шаббат шалом всем всего доброго спасибо большое спасибо 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 большое муадим муадим спасибо